В целом могу сказать, если говорить о работе, скажем, на направлении ПСОУ МАП Адлер. В этом году введен в эксплуатацию новый терминал. Мы смогли разделить потоки грузовой и пассажирский. В общем-то, это создало дополнительные условия, комфортные, как для людей, пересекающих границу, так и для сотрудников, несущих службу в пункте пропуска. Если мы в 2003 году, товарооборот у нас был полтора миллиарда рублей в республике в целом, то в 2013 году это уже 18 миллиардов рублей. Если говорить о платежах таможенных, в 2003 году это было 118 миллионов рублей, в 2013 году это уже было 768 миллионов рублей. Сальдо, внешнеторговая, в общем-то, отрицательный баланс имеет. Ну, можно, это действительно так и есть, потому что мы львиную долю товаров завозим. И если смотреть в соотношении с экспортом, то, конечно, это можно так сказать. Если мы на 15 миллиардов завозим продукции, то экспортируем на 3 миллиарда. Но при этом тоже все надо смотреть в динамике, потому что, если мы в 2003 году экспортировали товаров, скажем, на 470 миллионов, то в 2013 году мы уже экспортировали почти на 3 миллиарда. И медленно, но экспорт у нас растет. Естественно, надо, чтобы у нас развивались экспортно-ориентированные производства. Почему? Потому что, вот в частности, нашего таможенного взаимодействия с россиянами, с федеральной таможенной службой, достигнуты договоренности уже вот как два года прошло, где российская сторона дала указание таможенным органам Российской Федерации производить оформление товаров, происходящих из Республики Абхазия, по ценовой информации, которую представляет Государственный таможенный комитет. У нас уже есть положительные примеры по экспорту ореха, по экспорту цитрусов, когда наши товары при оформлении в российской таможне оформляются на более льготных условиях, чем либо сравнить с поставками товаров из Турции в Российскую Федерацию, либо из Китая в Российскую Федерацию. Нормативная база наша максимально упрощена. Законодательство, в том числе таможенно-тарифное регулирование, максимально упрощено. Ввозные пошлины у нас высокие только на подоксизмную группу товаров. А так, в общем-то, это до 3% на основные товары, либо вообще без пошлины. При экспорте мы вообще отменили, значит, правительство отменило экспортные пошлины на сельхозпродукцию, что так же создает более комфортные условия для наших товаропроизводителей, для наших поставщиков. Я бы не удивился, что так жестко обозначают вот эти вопросы по Гальскому району, если бы это были люди приезжие. Но мы здесь все жили, все видели. Я могу следующее сказать по поводу вообще Гальского направления. Раздражает то, что посты там созданы. 5 постов в 2012 году были открыты. Гальское таможенное управление, таможенный пост «Ингор» функционирует с 95-го года. С 95-го года по 2007 год функционировало на границе только наших таможенных постов 7. Я не говорю про пограничные посты и про сотрудников милиции, которые так же, как и таможенники, несли весь послевоенный период функции по охране границ осуществляли. Могу сказать, таможенный комитет за эти годы 21 человек погиб у нас при исполнении служебных обязанностей в Гальском районе. Таможенное оформление грузов, товаров, значит, было разрешено с 95-го года по 2007 год. И мы помним, как, значит, в Грузию экспортировались табачные изделия в больших количествах, нефтепродукты, металл туда уходил очень много. С Грузии завозился тоже практически весь спектр товаров, в том числе такие габаритные, как мука, сахар. И сегодня я слышу, когда говорят, что на сегодняшний день, скажем, у нас до 40% товаров завозится из Грузии, я с этим категорически не согласен. Почему? Потому что, ну вы представьте, у нас общий товар от 18 миллиардов рублей. И основные поставки осуществляются у нас, к нашей большой радости, оптовиками. Прозрачные, вагонами заходят, значит, фурами завозят, легче контроль осуществлять. Это и мука, и сахар, и масло, практически все продовольственные группа товаров. Подакцизная группа товаров у нас вся заходит из Российской Федерации. На сегодняшний день из Турецкой Республики. Если говорить про сегодняшний день, действительно, значит, на рынке мы наблюдаем и селхозпродукцию из Грузии. Ну тут надо учитывать следующее. Протяженность границы 145 километров. С приходом российских пограничников, значит, на гальское направление, в 2009 году, в соответствии с соглашением о совместных усилиях по охране границы, вот, были созданы пять постов, пять постов, на них внесут службу абхазские пограничники, российские пограничники и абхазские таможенники. Я могу вам сказать следующее, что с 2009 года по настоящее время порядок пересечения граждан Гальского района через нашу государственную границу упорядочен в значительной степени. На сегодняшний день появилась, значит, база данных, паспортный контроль осуществляется так, как положено, а не так, как было, скажем, еще лет пять назад даже. Вот, потому что мы прекрасно помним, что границу могли перейти по свидетельству о рождении, по справке главы администрации села между госграницу переходили. И это наблюдалось весь послевоенный период, вплоть до 2009 года. На той неделе мы полностью расформировали один из постов Папа Наруха. Вот, личный состав отстранен от работы, есть уволенные с работы. Разное есть. Есть, где недобросовестное отношение сотрудников, есть, где все-таки и сегодня, получается, в обход пунктов пропуска, потому что территория, опять-таки, повторюсь, большая очень, 145 километров перемещения товаров на нашу, значит, на территорию Республики Абхазия. Ну, будем и дальше работать. Вот, у нас есть изъятия, есть материалы, мы можем показать. Будем прилагать усилия и дальше, для того, чтобы управлять эту ситуацию. На сегодняшний день, на Гальском направлении, есть один таможенный пост Ингур, где предусмотрено перемещение, в том числе и автотранспорта. Вот, гуманитарные организации оттуда перемещают, в основном. И есть четыре перехода. Таможенным языком говоря, это пункты пропуска, пограничным это переходы, где речь идет о пересечении граждан. Естественно, паспортный контроль там осуществляется, в общем-то, говорит о том, что это стационарные посты полномасштабные не приходится. Речь идет о том, чтобы посмотреть, зафиксировать. И гальцы привыкли потихонечку не переходить где угодно через речку, а все-таки перемещаться там, где положено.